От любого человека, когда тебя называют циклом, оно воспринимается, ты же понимаешь, да? Вот так, но очевидный вопрос, оцени турнир, в этот раз был не очень сильный кард, плюс много ребят из твоего зала слетело с турнира, как тебе в целом? В целом турнир я где-то в бою 8 посмотрел, в целом понравилось, понравился начальный кард, определил мы больше, и конечно, последний бой больше запомнился. В связи с нокаутом, всегда интересно смотреть тяжей, в целом турнир, я думаю, что, конечно, можно было бы получше тоже, но очень много ребят не хотели, которые из-за поста, из-за Рамадана, которые не были в форме, из-за этого такой чуть-чуть, не такой огненный кард получился. Я думаю, что следующий турнир, который пройдет в Алма-Ате, 18 июня, я думаю, что он будет более таким, укомплектован. На этом турнире будет драться Шамиль Завуров, ты будешь в зрительном зале смотреть за его боем, либо ты будешь его секундировать? Даже не знаю, я думаю, что скорее всего секундировать, наверное, буду. У него же будет common event, и я думаю, что скорее всего секундировать, но в любом случае я буду возле клетки. Ты сейчас посещаешь турниры UFC, и у тебя есть возможность видеть какой-то прогресс, какие-то изменения. Что изменилось в лучшую сторону, на твой взгляд, и что, например, не изменилось, а тебе хотелось бы поменять условия? Ну, я хотел бы, чтобы у нас, во-первых, улучшился свет, я считаю, что, ну, я же посвящаю не только ИГЛ и все турниры, я посвящаю и UFC, и Белатар, и ПФЛ, и наши все турниры, да, так скажем, которые проходят у нас в постсоветском пространстве. Ну, я бы хотел, чтобы улучшился свет, во-первых, во-вторых, и не хватает, я вот как вижу, такой изюминки главного боя, таких больших боев не хватает. Есть ребята, есть голодные, молодые ребята, но у них нету таких больших имен, и хотелось бы в ближайшем будущем таких сделать подписание, пару подписаний, которые, например, громких имен, которые были бы более узнаваемы для публики. А кто на примете есть? Ну, мы сейчас ведем переговоры, ну, скажем так, из два бойца сразу нагватает, это Адриано Мартинс и Вилл Брукс. Также есть бойцы в тяжелом весе, в тяжелом весе. Ну, ищем, работаем, я думаю, что... Ну, просто нам, вы тоже учтите, нам всего лишь полгода, точнее, ИГЛ и все, как мы начали заниматься этой организацией, и по-любому нужно время. И для иностранных бойцов очень тяжело нам заводить их, потому что, ну, в связи с ковидом там и так далее, что-то такой момент вмешивается. А так, я думаю, что, ну, в будущем потихоньку будем улучшать. Ну, мне вот не нравится, вот, работа со светом, но все же надо улучшить работу. И Медьяненко и Джиган никак не могут найти площадку для их поединка? Ну, я думаю, что они больше, чем площадки, я думаю, что они не могут найти людей, которым захватят за бой. Ну, я это не имею в виду. А вы, наверное, скажите, каком-нибудь спонсора может быть найти? Ну, нам абсолютно неинтересно такое направление боев. Как вы любите говорить, ПОП, ММА, но мы в эту сторону особо не развиваемся. И, ну, в этот бой абсолютно неинтересен. Как организатором. А так, со стороны можно будет посмотреть. А если бы была возможность кого-то из российских бойцов популярных, которые в других лигах выступают, в главный бой вечера взять выгол со всей, какой бы ты бой хотел провести? Ну, это безусловно. Я думаю, меня и Висмаилов, это был бы, ну, хороший бой. Я думаю, что это будет неправильно туда вмешиваться. Это исключительно история Fight Nights. А так, если так посмотреть, ну, в тяжах там какой-нибудь бой организовать. Можно было бы есть тот же, например, самый Руслан Магомедов. И можно было бы организовать ему бой. Вы как думаете? С каким тяжелым? Тони Джонсон, видимо, или? Ну, Тони Джонсон не обладает такой большой публикой у нас в России. Как бы мы ни хотели. Ну, если говорить о наших бойцах, можно было бы Руслана с кем-нибудь с таким. Например, с Дайнека. Я думаю, Руслан Магомедов и его Дайнека. Я думаю, был бы очень, очень хороший бой. Например, в Москве. У Гончаров, я смотрел. Я думаю, что Дайнека уже будет, потому что это, сколько боев он у нас уже в лиге провел. Бой будет такой очень интересный бой. Руслан Магомедов и Дайнека я бы больше, чем с Гончаровым. Но я думаю, что с ним больше посмотрел. Руслан же проиграл как раз в Побережье. Ну, пускай восстановится. Он же может выйти и показать хорошее выступление против Дайнека. Я не знаю, какой у него. Он дерется в Исее, правильно? Да. Вот он сейчас как раз в Побережье проиграл в Исее. Ну, было бы интересно, его взят такое на контракт и с ним провести бой Дайнека. Нам потому что не хватает вот такого противостояния. Такого именно в тяжелом весе. В принципе, реально подписывать бойцов на длинные контракты, там, 4 боя, или можете подписать на один? Ну, такого принципа нету, но Шамиль что-то на своем стоит. Шамиль все-таки не подписывает. Это говорит, что есть организации, есть правила, и они должны существовать для всех. Ну, где-то можно было бы на уступки пойти, в каких-то боях. В 2016 году вот обсуждалось противостояние промоушена в формате, так его назвали, стенка на стенку. Насколько это могло бы быть актуально или интересно сейчас? Ну, очевидно, например, с Лигой ACA это могло бы быть особенно интересно, может быть? Можно было бы. Почему не это? Все, что приносит интерес зрителям, я думаю, будет, ну, это актуально, это можно обсуждать. Вот. Ну, сейчас нам нужно еще где-то, я думаю, так, зайти на топ. Я думаю, что нам нужно где-то 2 года, чтобы выйти на топ, чтобы чуть-чуть границы открыли, чтобы могли приводить иностранцев, чтобы могли подписывать. У нас также идут хорошие переговоры по контрактам, по спонсорским контрактам. Я думаю, что года 2 нам нужно. Но в данный момент я считаю, что у нас очень хороший чемпион, 61 килограмм. Очень хороший чемпион у нас в 70 килограмм, который, я думаю, не то, чтобы там здесь они могут. Я думаю, что они могут и в UFC хорошо себя проявить. Считаю, что вот эти 2 веса, я думаю, что это лучшие бойцы, можно сказать, в постсоветском пространстве, не считая бойцов UFC, Белатар. Хабиб, следующий турнир в Казахстане. Какие страны еще планируете посетить? У нас 18 июня будет турнир в Казахстане, в Алматы. Потом следующий турнир у нас будет, скорее всего, наверное, Eagles, Eagle Fighting Championship. Мы проведем турнир Selection в Дагестане. Ну, вы сами знаете, с Кавказом у нас очень много бойцов на контракте. Этот поток очень тяжелый, тоже остановит. Они все очень много на контрактах и они нуждаются в боях. Скорее всего, мы проведем это будет в Махачкале, в Каспийской точнее. И 3 августа у нас запланирован турнир в Бишкеке. А вот все-таки история с возвращением Хабиба Нурмагомедовой. Понятное дело, что не по ММА, но по грэплингу. Она бы точно взорвала бы СМИ и привлекла бы намного больше внимания. Я думаю, что эти вопросы никогда не закончатся. Даже через 10 лет меня будут спрашивать. Вот же есть бойцы, которые в 42-ю, все дрались, вернетесь ли вы. Я думаю, что эти вопросы всегда будут актуальны. Но мое возвращение, вы можете, я лучше вам не ждать его, потому что вам долго придется ждать. Я скорее по поводу встречи по грэплингу. То есть по грэплингу-то ты можешь? Вообще неинтересно. Вообще неинтересно. Вообще неинтересно. А зачем мне с кем-то бороться? Чтобы привлечь внимание к кем-то? Ну, доказывать свое, так скажем, я не знаю вообще, что доказывать. Зачем мне твой выхайп? Самоутвердить или деньги заработать, эти два пункта, они мне абсолютно неинтересны. А какой бесс сейчас? А вы имеете в виду насчет... Ну, например, грэплинг-бой по грэплингу в лиге F7. Привлечь внимание для игр? Да. Ну, можно было бы, но мне неинтересно. Я думаю, что для этого можно хороших грэплеров пригласить и их пустить. Вы слишком на меня давите, можно что-то пространство? Я же никуда не ухожу. Сделайте два шага назад, пожалуйста. И все места хватит. Пожалуйста, ребят. Просто подумай, меня вытянет тогда. Что, тебе мой вес интересует? Да, вес интересует. Потому что я... Потому что очень интересный. Это всегда интересно. Нет, а у вас какой вес? А? Вы знаете, что вес и возраст спрашивают борцов и девушек неприлично. Ну вот, на счет борцов, честно говоря, не слышал. Конечно, ничего. Борцов вообще нельзя и возраст спрашивать, потому что у них не всегда это соответствует. И вес тоже нельзя. Я знаю, вот, есть борцы, да, сборник вот здесь Кадим Магомедов, который на Олимпиаду отобрался. Вот спросите, как они завешиваются. Они становятся на весе и врачицы весь. Так что это чуть неприлично. Ну, вот, под... Он рекордный в жизни и на данный момент, или нет? Нет, у меня был больше вес. Это был 2017 год, когда мне сделали на спину операцию. Я помню, когда... Когда мне дали бой, это был 31 августа, я стал на весу, у меня было 92 килограмма. И ровно через 4 месяца, 29 декабря, я показал 70 килограмм. У меня вот тогда был рекордный вес, потому что мне, когда сделали на спину операцию, мне не забыло ни бегать, ни качаться, вообще, ну, никакие нагрузки там 5-6 месяцев делать. А сейчас намного меньше. Хабиб, а вот что за история со 100 миллионами долларов от Мэйвейзера? Это кто предлагал? И был ли сегодня какой-то соблазн согласиться, если действительно такое было предложение? Нет, соблазн, он всегда присутствует, но... Были такие переговоры, они были со стороны Саудовской Аравии. Они хотели, чтобы я провел там бой, ну, 100 миллионов, не знаю, ну, точной суммы такой не было, но приблизительно, вот. В этой теме все, да, 100 миллионов долларов. Хабиб, вот две недели назад срезонировал эфир в инстаграме Рамзана Кадырова. Было много реакций, но не было твоей реакции. А как вы хотите сюда реагировать? Нет, вот почему ты, ну, не стал реагировать на это? Может, это просто позиция такая? Ну, потому что чуть-чуть опыта набрался жизненного, так скажем. Я думаю, из-за этого. Это просто тема решилась как бы в кулуарах, да, и все, вы не стали выносить? А как вы, на что такое кулуары? Ну, то есть личным разговором, как вы вчера, например, рассказывали Шамильдареву. Ну, не знаю, я не считаю, что нужно как-то на это реагировать или еще что-то. И как-то пропустил это все. Я думаю, что это больше связано с жизненным опытом, потому что высказываний у меня в жизни было очень много. Были хорошие, были плохие. Это же все анализируется, когда ты смотришь. Когда проходит время, когда ты смотришь назад, что можно было бы сказать, что нельзя было бы, как можно было бы, в каком, так скажем, направлении. Из-за этого, ну, как-то неинтересно что-то комментировать, говорить. У каждого человека есть свое мнение, так что пускай оно будет. А с какими эмоциями ты впервые посмотрел этот прямой эфир Рамзана Кадырова? Я прямой эфир не смотрел, я читал то, что вы все пишете. И какие были эмоции? Никаких не было. Весь мир меня обсуждал, какие они должны быть. Это вам, вам или еще там каким-то людям, которые не сталкивались с этим, за которых не писали большие СМИ. Когда за вас пишут, вот вы думаете, что люди должны так реагировать. Но у каждого человека же свое видение. Вы просто такой момент, что это те его слова, они стали своего рода сенсацией. Учитывая, что у вас всегда, как всем казалось, были очень хорошие отношения. А почему для вас это сенсация? Ну, я уже сказал. Потому что мы все думали, что у вас с ним отношения исключительно хорошие. А сейчас почему вы думаете, что это не то? Показалось, что слово проект UFC, но оно не совсем комплиментарное. Может быть, это ошибка просто. Ну, что вы чемпион UFC, а не проект UFC. Не, ну я понял. Ну я и проект UFC, и чемпион UFC. А вам почему это так тяжело? А, ну, мне просто кажется, что чемпион и проект, вот я учился на филфаке, это разные слова. И, ну, вас можно называть чемпионом UFC, бывшим бойцом UFC, проектом UFC. Ну, мне казалось, что, может быть, не совсем правильно называть. Ну, он же назвал меня чемпионом. Да, и проектом тоже назвал. Я не вижу оскорбления в проекте. Ну, вот это хотелось уточнить, как раз. Я никаких оскорблений не вижу. А можно еще одно уточнение? А приятно, что Рамзан Ахматович вот настолько следит за вашей карьерой, что не только знает вашу статистику, но еще и знает, что Элли Квинт занимался риэлторским бизнесом. То есть, что он настолько погружен в детали. Я думаю, что это не детали, об этом же все писали, так скажем, недоброжелатели, которые хотели снизить мои заслуги. Ну, это, я думаю, что в большей степени это касается вас. Вы же это писали, вы же это публиковали, и везде в семье это было. Правильно? Я же точно так же, как и его высказывание, я же точно так же про риэлторство тоже читал. Правильно, да? Но хотя на тот момент, когда он дрался со мной, это был 2018 год, было, у него было 5 побед, и он не проигрывал последние 5 лет. Это никто не учел. Ну, почему-то же писали. Писали, да? Да. Ну, я не прочитал просто от вас. Хабиб, что ты думаешь о новом чемпионе UFC Чарльзе Леверии? Как думаешь, он будет таким же доминирующим, как ты? Я думаю, что он, это очень достойный чемпион в этом весе. Сколько у него? 8 побед подряд. Ну, столько финишей. Из 8 побед он закончил 7. Только, по-моему, с Вергусом он дрался до конца. Я думаю, что достойный чемпион. Столько финишей, столько рекордов в UFC. Он на самом деле... Ну, было бы как-то чуть обидно, если Чендлер выиграл бы. Ну, два боя UFC и являться чемпионами, это как-то было бы неправильно. А вот Оливерия, на самом деле, он очень сильно прогрессировал, и это достойный чемпион. Я, честно говоря, рад за него. Я очень рад за него, потому что человек, когда вообще любой человек, в любой сфере, когда он достигает какого-то успеха, это нужно уважать. Я считаю, что он достойный чемпион. Ислам Махачев сможет победить? Ну, я-то, конечно, скажу, да. Вы же знаете мой ответ. Ну, я думаю, что до Ислама, пока Ислам поднимется, я не вижу, что он будет в роли чемпиона. Главное, чтобы он не так мои слова не понял. Оливера, я его уважаю. Это очень достойный чемпионат, что... Пока Ислам поднимется в течение года, я думаю, что там другой чемпион будет. В моих глазах это будет даст импории. Все-таки, дай ему тему, по поводу комментария Хамзата Чимаева. Было ли разочарование, когда вы увидели, что он написал? Не было никакого разочарования. Этого человека я никогда не видел. Мы с ним общались по телефону пару раз. И знаете, как разочарование будет, когда ты от человека ждешь какой-то отдачи. И ты его когда не получаешь, а от этого человека ничего никогда не ждал. Он имеет право, если он так считает нужным, если он успешит, это все вопросы уже к нему. Коллеги, последний вопрос, пожалуйста. Если вы его встретите, вы к нему подойдете, чтобы что-то у него спросить? Зачем ты, допустим, про меня так написал? Ну, я думаю, что не подойду. А нужно подойти? Ну, Артем Лобов, например, в этой ситуации был... Ты вчера Шамилю вопрос задал. Ну, в том числе. Ну, про это. Ну, я видел твой вопрос. Я думаю, что высказывания Артема Лобова и его, они совершенно несопоставимы. Почему? Потому что то, что Артем говорил, ты же слышал. Да. Ну, а почему ты это сравниваешь? Это как будто было одно и то же высказывание. Мне кажется, просто от разных людей, наверное, по-разному воспринимается. Поэтому тут вопрос восприятия. Нет, от любого человека, когда тебя называют циклом, оно воспринимается... Ну, да. Ты же понимаешь, да? Ну, если разницы нет, у Хамзата это будет, или любой человек будет. Если он это называет, я думаю, что с этого человека надо спрашивать. А если этот человек говорит в каком-то ключе, что выиграет, порвет, там, и так далее, что... Ну, я не вижу, что нужно подходить, там, и так далее. Кто это должен сделать, тот должен ко мне подходить. А когда тебя оскорбляют, я думаю, что, ну, нужно спрашивать. Ну, по крайней мере, я так вырос. Хабиб, много слухов входит о вашей тренерской карьере. Есть вообще в планах потенциальные? Ну, такой, как тренерскую карьеру я не собираюсь вести. Ну, вот так, когда братья дерутся, поддерживают, выходят в угол, подсказывают. Так как у меня большой опыт, я много выступал, и я думаю, что у меня есть, что подсказать. Особенно ребятам, с кем ты вырос, и ты знаешь, их плюсы, минусы, в чем они могут превосходить соперника. Когда ты смотришь соперника боя, я думаю, что, ну, такие акции, они будут у меня в будущем. А так вот как идти в зал, тренировать... Профессионально, то есть нет? Я думаю, что было бы неправильно меня как-то... Знаете, чтобы я чисто тренерской карьерой занимался. Я думаю, я считаю, что я могу больше делать, чем просто тренером быть. Таких парамет.